От чего зависит здоровье позвоночника? Если сравнивать организм со зданием, то позвоночник — его несущие конструкции. Не зря на Востоке этот орган опорно-двигательного аппарата называют «столбом жизни» и тщательно следят за его здоровьем. Какие же факторы определяют здоровье позвоночника? Правильная осанка. В царские времена воспитанников кадетских корпусов годами муштровали, приучая к правильной осанке. Благодаря этому такое явление, как сколиоз, не было тогда столь распространенным, как сейчас. Сегодня же детям никто не запрещает сидеть, ссутулившись, поджав одну ногу под ягодицу, закинув её на другую, накренившись вправо или расположившись за столом в полулежащем состоянии. В результате у 80% школьников уже после первых трёх классов диагностируют сколиоз. Наличие мышечного корсета. В пиковые периоды роста, которые приходятся на 6, 8, а также 13, 14 лет скелет человека интенсивно растёт. И хорошо, если мышцы поспевают за ним, а если мышечный корсет отстаёт в своём развитии. Тогда поддержание костей скелета выполняется не полностью, отсюда искривление позвоночника, плавно перерастающее в сколиоз. Вот почему так важно поддерживать растущий позвоночник с помощью физических нагрузок, которые даёт плавание, танцы, гимнастика, бег. Правильное распределение тяжести. Таскать кипы учебников в школу или сумки из супермаркета нужно правильно. Особенно это касается тех, кто носит тяжести не в рюкзаке или ранце, а взваливает себе на плечо сумку на лямке. При этом мало кто задумывается над тем, что человек — создание двуногая, а потому в идеале нагрузка должна распределяться на обе конечности. Нагружая какую-то одну сторону, мы способствуем смещению центра тяжести. В результате одна конечность испытывает большую нагрузку, а другая — меньшую. При этом нагружённая сторона быстрее устает, её мышцы сокращаются, и тазобедренные сегменты меняют своё естественное положение. Если подобные перекосы повторяются регулярно, то центр тяжести смещается окончательно и развивается искривление позвоночника. Здоровье внутренних органов. Организм — единая система. Поэтому заболевания внутренних органов могут вызывать патологические изменения и в позвоночнике. К примеру, воспалённая почка может отравлять спинной мозг токсинами и посылать по нервным окончаниям патологические импульсы в ту позвоночную зону, которая расположена в непосредственной близости от неё. В ответ на эти действия организм реагирует спазмом мышц, то есть с той стороны, где расположена больная почка, мышцы сжимаются, укорачиваются, деформируя позвоночник. В результате спину сводит, появляется сильная боль, человек испытывает острый приступ радикулита. Так что причина болей в спине не всегда связана с переохлаждением или поднятием тяжестей, как принято считать. Иногда в этом может быть виновата воспаление мочеполовой системы или, скажем, кишечника. Адекватная физическая активность. По мнению специалистов, главный враг позвоночника — малоподвижный образ жизни. Длительное сидение приводит к перенапряжению поясничного отдела позвоночника, в результате чего нарушается микроциркуляция крови. В результате поясничный отдел недополучает строительного материала, витаминов, микро- и макроэлементов, что приводит к быстрому старению позвоночника. Особенно опасна так называемая компьютерная поза, когда человек сидит не на седоличных костях, а на крестце, нарушая естественный изгиб поясничного отдела. Таким образом мы искусственно создаем внутренние напряжения, в результате чего корешки нервных окончаний зажимаются и происходит спазм мышц. Вот почему после 8.10 часов пребывания в компьютерном кресле многие ощущают настойчивые ноющие боли в области поясницы. Избежать это помогут занятия йогой, мануальная терапия, общий массаж спины, ну и, конечно же, двигательная активность. Отрываться от компьютера следует каждый час, устраивая себе 15-минутные разминки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА